прямо строжка профессионал для средне тяжелых сейчас еще раз покажу почистил вскрыл масло насос и покажу что масло конкретно в лазке булькает брызгает мотор 220 20 сдаем сейчас там главного отверстия и вот оно вращается и на оборотах разбрызгивает если в лазке даже не видно то оно там разбрызгивает все детали масло на больших оборотах больше выбрасывает так еще раз покажу строчки, прошивки, закрепки это на кожзаме такая строчка да, длина стежка до 8 мм но тут когда на кожзаме прошивал выставлял больше, меньше стежок 6-8, но 7 реально 7 реально есть строчка шикарная, нитка 30 30 игла 100 но надо было под такую нитку 110 конечно ставить вот профессионал машина 8700H это масло это масло индустриальное индустриальное производитель ЮКО Украина ЮКО индустриальная вязкость 20 и 20 масло такое надо брать плюс на бушные машины добавляем смартойл смартойл от Мегафорса вот уже на две машины ушло еще надо было бутылка на три на три машины даже на четыре достаточно по 25 грамм тут в поддоне смотрим чисто все вот это масло залито тут его меньше пол литра идет но пока на минимуме потому что будет машина переноситься и масло буду сливать с машины видно течет конкретно масло из корпуса снизу вытекает значит там детали все видим шикарно все маслом облиты значит там в глазке булькало брызги летели конкретно струей даже на больших оборотах там мотор можно выключить вот так еще раз показываю чистенькая красивенькая машинка челнок идеальный челнок идеальный такое подозрение что он там японский вот такой значок на челноке вот такой значок это вот эти иглы тайвань фирма Тайвань называется иглы сейчас сейчас гляну переверну иглы по моему триумф что ли но тут не видно вроде как фирма триумф так челнок в идеале без малейшего люфта малейшего люфта малейший люфт на колпачке на самой сетке тут вообще люфта ноль носик шикарный установка челнока видео смотрим носик видим длинный не пиленный острый челнок не снимал и не переполировал даже с этой машины установку челнока смотрим добавлю видео добавлю ссылку установку челнока на другой машине там показывал джуки джуки 8500 или 8300 были есть на канале машины эта машина в шикарном техническом состоянии тут сделал только разведение тарелочек не работало вытянул не вытянул а чуть чуть глубже посадил корпус регулятора вот этот винт тут видим штопорный ослабил и чуть глубже вытянул посмотрел там все смазал почистил капнул масло на пружину компенсационную внутри чтобы не так быстро ее перегрызло если на сухую будет тереться смазал все почистил и чуть глубже посадил корпус шпилька там штырек такой был поэтому чуть глубже посадил и все начало работать да тут чуть подрегулировал опустил увеличил подъем лапки ну это мелочи а так все чисто все красиво значит смотрим другие ссылки и детали детали на легкие ткани это ашка сейчас на катоны на джинсы камуфляж униформа камуфляж униформа военные камуфляж понятно да охотничий мегафорс нано присадки автомобильные ну сейчас одна у меня банка для коробка для гидроусилителя руля я недавно себе заливал она бутылочка там есть но она пустая тоже ссылку добавлю вайбер ватсап вайбер ватсап вайбер ватсап да лапка второпласта постояла на машине вот белая я ее заменил на новую металлическую поставил лапка для так положить для видео для скрытой молнии для втачивания скрытой молнии ну и есть комплект кому надо шить легкие ткани там тюли шторы то есть новый абсолютно комплект деталей переставить и работать без проблем сейчас покажу еще раз моталку шпулемоталку да заправку ниток сейчас тут буквально недавно спрашивали не понимаю как в тарелочке завести как пружину компенсационную правильно обойти сейчас показываю приготовил момент выставлю ну вот так понятно нитку заправили тут можно можно змейкой но я заправляю так потому что есть этот который с тарелочками направитель в тарелочки вот заходят тарелочки и потом в отверстие с тарелочек в отверстие и пошли сюда и тут я заправляю вот так не змейкой ну в смысле раз с этой стороны и потом второй раз с этой стороны не я заправляю с этой стороны потому что когда проверяешь то совсем по другому так лучше нитка идет вот сейчас если я так тягаю нитку то плавность четкая нигде не загрызает если я взял тут змейкой то сразу идет по другому нитка рывками не рывками а с таким как загрызанием и этот направитель он распутывает вот эти вот скрутки вы поняли да вот эти скрутки он раскручивает ну это просто я машину там переворачивал несколько раз а так она если идет эти скрутки ну бывают наверное открученные сильно нитки они появляются эти скрутки нитки и поехали дальше сейчас заправляем в тарелочки в тарелочки сейчас заправляем видим да тарелочки раз обвели и зацепить надо за сейчас покажу отверточки так зацепить надо закинуть за компенсационную пружину завести вот сюда видим завести сюда но надо чуть там вверху цепляться все понятно да вот работает компенсационная пружина и пошли раз пошли нитепритягиватель сейчас в этот направитель направитель зацепили элементарно раз и в нитепритягиватель заправили раз нитепритягиватель этот направитель которого мы сейчас вот этот направитель потом идет у нас вот у нас направитель потом иглодержатель направитель и в иглу и в иглу слева направо и в иглу и в иглу вытаскиваем нижнюю нитку прокручиваем цикл вытаскиваем нижнюю нитку заправляем ее вот туда между лапками и и начинаем шить нижнюю и верхнюю туда и начинаем шить все плыть по этой машине сегодня смотрим ссылки если ссылки не видно ткнули пальцем на название видео на название этого видео и снизу все откроется в обер ватсап и ссылки увидите потому что если с телефона если с компьютера ссылки видно если с телефона пока не ткнете еще раз как это называется тоже кликмит называется надо у хакеров у компьютерщиков спросить если не видно значит еще раз тыкнули пальцем в название и все снизу подтянется откроется все плыть слава Украине героям слава